Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание Петра, четвертая глава, читаю для библейского портала экзегет, свой собственный перевод. Третья была таким шедевром богословским, и в конце особенно было трудно про проповедь Христа Духом. Каким Духом и что мы обсуждали это в прошлый раз, про то, что крещение есть чистосердечное обращение к Богу, обращение с обещанием, с просьбой или с тем и с другим одновременно. Но четвертая попроще, она более практична. Вот в третьей Петр разворачивает перед нами такую панораму, космическую драму спасения. Христос не просто совершает свое служение, но он приносит себя в жертву за всех нас. А это значит, итак, тело Христа подверглось страданиям. Так возьмите на вооружение и в образ мысли, ведь чье тело страдает, тот перестал грешить. Петр отвечает, судя по всему, на проблему гонений, преследований, возможно, жестоких. И смотрите, чье тело страдает, тот перестал грешить. Как? Разве? Но если грех — это жизнь по своим прихотям, то человек, который претерпевает страдания, он не живет по ним. И дальше же, видите, сколько осталось, уже не по человеческим прихотям, а по воле Божьей. Довольного уже времени, как водится у язычников, предавались распутству и всяким прихотям, пьянству, разгулу, попойкам и непотребному служению идолам. Потому другим и странно, что вы больше не участвуете в их бесстыдных делах, которыми они никак не насытятся, зато они вас и бронят. Да, вот жизнь христианина — это обращение от прежнего к чему-то новому и другому. Но они ответят пред тем, кому предназначено судить живых и мертвых. Для того благая вещь достигла и мертвых. Пусть они, как люди, будут осуждены за свою жизнь по законам плоти, но оживут духовно, как желает Бог. Тут же очень странная вещь. «Благая вещь достигла мертвых». О чем речь? Видимо, о том же, о чем говорилось в конце третьей главы. Проповедь Христа в Аде. И они осуждены за свою жизнь, но могут ожить от этой проповеди. Вот вроде бы мы привыкли думать, что за гробом нет покаяния. У Петра в первом послании похоже, что есть. Как на самом деле? Не знаю. Скоро всего настанет конец. Так мыслите здраво и трезво, как требуется для молитвы. «Прежде всего, преданно любите друг друга, ведь любовь перевесит множество грехов». Вот, наконец, устали от богословия, я сейчас вам объясню простыми словами. Вот что делать? Любите друг друга. Любовь перевесит множество грехов. Все люди грешны, но любовь – это и прощение грехов другого, и изменение внутри человека, который очищает его грехи. «Будьте друг ко другу гостеприимны и не ворчите. Ведь Божья благодать разнообразна. Каждый из вас наделен особым даром. Чтобы ей распорядиться, делитесь дарами между собой». Все разные, все люди разные, у всех свои дарования, поэтому помогайте друг другу, делитесь ими, и не сравнивайте, не пытайтесь сказать, кто лучше. «Если уж говорить, то изречение Божие. Если служить с той силой, которую подает Бог, чтобы во всем прославить Бога через Иисуса Христа, Ему слава и сила во веки веков. Аминь». Здесь как будто конец послания, но дальше идет некоторая приписка. Может быть, это послание составлено из двух частей. Вот сейчас начинается вторая часть, гораздо короче первой. «Возлюбленные, не удивляйтесь, что терпите испытания огнем. В этом искушении нет для вас ничего удивительного». По-видимому, идет речь о гонениях, причем, возможно, о тех, у которых действительно сжигали кого-то живьем. Ничего удивительного, после всего, что сказано о Христе и его страданиях. Если вы становитесь причастны страданиям к Христовым, радуйтесь. Тогда будете радоваться и ликовать, когда откроется его слава. Если терпите оскорбления за имя Христова, вы блаженны, ведь славный Дух Божий пребывает с вами. Лишь бы кто из вас не пострадал в наказании за убийство, или воровство, или злодеяние, или посягательство на чужое. А тому, кто страдает как христианин, нечего стыдиться, пусть славит Бога за эту участь. Вот, нам, может быть, считать это страшновато, но он обращается к людям, которые уже страдают, у которых не стоит вопрос, а идти мне на костер за Христа или нет? Его тащат на костер за Христа. Или потащат завтра. Или могут потащить. И вот он обращается к этим людям, дает им какую-то надежду. Время начаться с суду, причем с народа Божьего. Если он начинается с вас, какой же конец ждет тех, кто не поверил Божьему Евангелию? То есть суд как очищение, как вот решительное расставание с любым грехом, в том числе вот в этой страшной смерти. Если праведный едва обретает спасение, то где окажется нечестивец и грешник? Цитата из книги «Притчи» греческий, ее вариант. Так что, когда вы по воле Божьей страдаете, предайте души вашу Творцу, ведь он верен, и творите добро. Ну а что ж ты, Петр, хотят, наверное, сказать? Легко тебе говорить. Но об этом он скажет в следующей, пятой главе. Продолжение следует...